КАС уполномочен осудить или помиловать. Спортивно-арбитражный суд составил график слушаний по искам российских олимпийцев. Решать судьбу наших атлетов будут в авральном порядке. Оно и понятно, игры стартуют уже через несколько дней. Уже сегодня бюрократы от спорта рассмотрят заявления пловцов Владимира Морозова, Никиты Любинцева и Юлии Ефимовой, а также гребца Даниила Андриенко и еще 16-ти членов сборной России по академической гребле. Завтра суд изучит дело Российской Федерации тяжелой атлетики. Ну а борцу Виктору Лебедеву и канаисту Андрею Крайтеру придется еще подождать. Лозанна пока не определила дату слушаний. Ну и кстати о букве закона в данном случае говорить не приходится. Так решение по искам Лобинцева и Морозова швейцарцы должны вынести в течение 24-х часов после подачи, то есть еще 31-го июля. Но оперативность и прозрачность к достоинствам КАЗ не относятся. Сейчас к Олимпиаде допущено около 270 наших олимпийцев. Кто из наших спортсменов в итоге окажется в Бразилии решит спецкомиссия. Мог до 5-го августа, когда собственно игры и откроются. Торжественная церемония состоится на стадионе Маракана. Пустите в Рио. Теннисистские Елена Веснина и Екатерина Макарова не могут попасть в Бразилию. Девушек держат в аэропорту Майами. Самолет, говорят, находится на ремонте, а других подходящих рейсов нет. В соцсети девушки даже попросили о лишнем билетике. Однако не только Веснина с Макаровой не смогли вовремя добраться до Рио. Ранее еще одна российская участница теннисного олимпийского турнира Светлана Кузнецова застряла в Нью-Йорке. Потом, правда, спортсменка до Бразилии добралась. Напомню, Россию на кортах Рио представят помимо названных теннисисток Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова у женщин, а также Евгения Донской, Андрей Кузнецов и Теймурас Габашвили у мужчин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова